Девушки отдыхают 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 Они не знают, как вы. Когда я читаю самую простую вещь, список именов. Я не знаю, или можно это отнести к уровню сот, тайно, но я иногда чувствую при чтении списка имен, что-то прикасается внутри меня. Четыре коротких урока я хочу читать по сегодняшнему языку. Это не только то, что мы сейчас читали, но вообще по чтению. Это почти четыре главы. Первый рот. Говори со мной, Господь. Говори со мной, Господь. Вы знаете, что в книге чисел слова «мидбар» «мидбар» обычно переводится в пустыню. Так вот, это же самое слово можно прочитать не «мидбар», а «мидбар», то есть «говорит». Это уже давным-давно, когда люди выходили в пустыню, чтобы открыться перед Всевышним и позволить ему говорить в нашем сердце. И мы читаем по «мидбар», что Дух Святой взял его в пустыню, чтобы быть испытанным от сатаны. Но это не только это. Потому что в пустыне человек может получить очень многое. Абраам, Моше, Мелех Давид, «мидбар», 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 «мидбар». И каким образом это связано с нами сейчас? Мы перед Шавуотом. И Шавуот – это особенное время, когда Бог дал особенно ясное обещание. Я прошу, пожалуйста, будем внимательны один к другому. И когда я говорю, очень сложно говорить, когда параллельно еще в нескольких местах говорят. Петрус, он говорит о «мидбар», «мидбар», «мидбар». Петр, цицину, пророк Йоа. Он цитирует место, где Бог обещает влияние Духа Святого на всякую плоть. И сыны ваши и дочери ваши будут пророчествовать, будут видеть видения и так далее. И эти слова непосредственно связаны с тем, что я сказал выше. «Мидбар», «мидбар», «пустыня», там, где Бог говорит, там, где Бог хочет передать ему на другу нечто. Если ты чувствуешь, что ты глух, это хорошее время, праздник живого – обратиться к Богу и просить Его «открой мои уши, Господь». Никуда шния. Второй урок. Матан Тора. Дарование Тора. Это было потрясающее событие, когда истина открылась в физическом мире. До того были некоторые клубицы, некоторые вспышки, искры истинные тут и там. Но вот Бог сам Духом Своим сходит на гору Синай и Он открывает истину, полную истину. Это было и происходило с народом Израиля, с нашим народом в данной горе Синай. На Вом Завете написано очень ясно. Если ты будешь стоять за истиной, то истина сделает тебя свободным. Так что у нас есть прямая связь с этой истиной, которая открылась в праздник дарования Тора. Но не только это. Когда в Иерусалиме Бог излил Дух Святой. И многие говорят, что в этот момент родилась церковь. И когда они говорят таким образом, то это производит впечатление такое, что было нечто и теперь родилось еще что-то отдельное от этого. Но то, что происходило там в Иерусалиме имеет совершенно другой смысл. Когда излился Дух Святой. Это было откровение. То, что Дух Святой начал распространять свою власть. Свою реальность, новую реальность. Эту новую реальность, которая связана с воскресением мертвых. Потому что до этого не было такого, чтобы мертвые воскресли и уже больше не угарали. Но вместе с воскресением мессии из мертвых. Высвободилось новое реальность. Начало того, что Бог начал задействовать силы грядущего мира здесь, на этой земле, в нашем мире. И если мы верим в Мессию. Не только то, что мы абсолютно связаны с этой истиной, которая открылась на горе Синай. Но также и то, что мы абсолютно связаны с той частью действия Божьего. Когда Он исправляет все. Когда Он возвращает все к своему изначальному замыслу. Секунду олам. Исправление мира. Мы должны это воскреснять. Что ты и я. Все мы. Каждый из нас. Связаны с этим действием. Если вы не понимаете, о чем я говорю. Вы не понимаете, о чем я говорю. И вы не понимаете, о чем я говорю. И я говорю в мертвых вечер. Еще один крючок. Еще один крючок. Мемешь крючок. Очень крючок. Еще один крючок. Мы читаем о том, что Бог повелел Моше и Аарону пересчитать все колено Израиля. Мы видим также. В первой главе 47 по 49 стихи. Но там сказано, не учитывай, не считай колено Леви. Потому что они мне принадлежат. Вы со мной? Почему? Почему вы их не посчитаете тоже? Почему они принадлежат Богу? И это не та принадлежность, о которой Бог говорит, что Израиль весь сложен? Они вручили так Шиву или Сипур. Послушайте это рассказ. Когда Яков и 12 его сыновей. Когда они пошли в Хнан. Мы читаем 34 главу. о том, что дочь Якова Дина пошла прогуляться по главному проспекту Шхема. И мы читаем об одном из предводителей болянства этого города. Он осел сына Сла. И он действительно осел. Зачем это? Амор. Это не то, что я отзываюсь. Его так имя звучит. На еврейском. Амор это осел. И он изнасиловал Дину. И мы помним этот рассказ. И мы помним этот рассказ. Не очень красивый рассказ. И мы убивали всех мужчин. Всех мужчин города. И то, что интересно, после этого рассказа. Мы почти не слышим о Шимоне. Мы почти не слышим о Шимоне. Потому что Шимон хотел просто отомстить. Овур вгия ба-мешпаха, ба-охоти. За честь Семи, то, что называется здесь. За то, что он освернил их сестру. Это нормально такое желание. Но у Леви была другая. Но у Леви была другая. Он был думать, что погуло в мешпахе Яков. В мешпахе Исраэль. И для него было важно то, что нанесен урон семье Яков. В общем, погуло в мешпахе ба-елухи в Ацмом. То есть не просто нанесли честь какой-то семьи. Но через эту семью как бы наносли унижение Всевышнему. Так что он, когда он мстил не столько за Дину. Сколько он понимал, что Абраам, Исхак, Яков. И вся семья. Они принадлежность Божия. Они инструмент в руках Божьих. И этот инструмент. Он должен быть святым и чистым. Это как будто бы ручка в руке Самописцев. В руке Всевышнего. Или другими словами, языком Танаха. Тот, кто прикасается к вам, он прикасается к Зенице Ока Всевышнего. Почему я об этом говорю? Через Ишуа. Через Ишуа. У нас есть, на всех нас есть призвание. И мы входим, мы присоединились в этот самый инструмент, который держит Всевышний Своим. Это очень связано с поятием избранного народа. Згула – это как сокровищница. Згула – это замоком шелошевший. И Згула в данном случае – это мое сокровище, мое богатство. Мы, вы, мы все принадлежим Ему. Что мы из этого всего учим? Мы помним стандарт – будьте святы, как Ом. Второй. Мотивация. Мотивация. Мотивация Шимона. И другая мотивация у Леви. И это очень важно – иметь правильную мотивацию. Если мы знаем, кто мы, то у нас есть понимание, какой мотивацией держаться. Candy budан. Мотивация Schimelp.